В городском округе Люберцы подписано соглашение между администрацией и руководителями частных компаний-перевозчиков. Новый документ касается льготных категорий пассажиров. Сейчас они имеют право на бесплатный проезд лишь в муниципальных автобусах. А с 1 августа их льготы будут действовать и в частных маршрутных такси. Тему продолжит Виталия Куликова. В городском округе Люберцы ежемесячно пользуются услугами наземного общественного транспорта не менее 2 миллионов пассажиров. И по статистике 30-40% из них имеют право на льготный проезд. Ежедневно на муниципальных маршрутах Люберец курсирует более 420 автобусов. Но не всегда льготники, это чаще всего пенсионеры и школьники, могут быстро и без проблем уехать в нужном направлении. Многие пенсионеры работают и напрягаются с проездом. А бывают ли проблемы, когда приходится долго на остановке и ждать транспорт, в котором можно воспользоваться льготой? Частенько, очень частенько. Я прошу на одного довезите хотя бы пенсионера. У меня социальная карта, но они не соглашаются, потому что говорят, что у нас видеокамера, все записывается. Эта проблема администрации Люберец известна. Результат работы по ее решению – подписание соглашения с частными компаниями-перевозчиками. Важный документ подписали глава городского округа и руководители 11 транспортных компаний. Событие поистине историческое, подчеркнул Владимир Ружицкий. С 1 августа 2021 года льготники смогут бесплатно ездить не только на муниципальных автобусах, но и маршрутных такси. Тема эта, она касается достаточно большой группы жителей нашего городского округа. Это, по нашим оценкам, не менее 81,5 тысяч человек. В том числе здесь где-то порядка 3,5 тысяч человек – это ученики, школьники. Принято решение, чтобы на всем транспорте такая услуга была предоставлена. Пилотный проект по введению льготного проезда на коммерческих маршрутах стартует в пяти округах Подмосковья – Люберцах, Одинцова, Чеховском, Нарафоминске и Ленинском округе. Число запросов жителей по этому поводу в Министерство транспорта за последние 4 года увеличилось на 80%. Бюджет берет на себя дополнительную нагрузку, доплачивать до уровня коммерческого тарифа, доплачивать вот эту разницу между льготой. Ну, соответственно, если это полная льгота, то это полный тариф, если это школьник, то это 50% от тарифа. Мы делаем все для того, чтобы жители были довольны нашими услугами. Мы будем получать компенсацию от Министерства Московской области. Система взаимодействия администрации и частных перевозчиков пока только прописана на бумаге. Наверняка будут шероховатости, отметил Владимир Ружицкий. Главное, что нововведение станет хорошим подспорьем в работе общественного транспорта. Не все транспортные средства у нас городские, в основном коммерческие. Это будет плюсом, конечно, пенсионерам и тот, кто там пользуется школьником, тем более, что он может спокойно сесть в любой транспорт уже и не бояться, что там, ой, я пропустил свой и сажусь в коммерческий, и при этом он может сэкономить. На следующей неделе в частных маршрутках появятся стикеры с информацией о льготном проезде, чтобы пассажиры знали и пользовались правом на бесплатную транспортную услугу. Виталия Курякова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.